В США Это спай-баллон Но это нам все хихоньки-хахоньки А вот Белому дому что с этим объектом делать? Кстати, аналогичный случай был не с полковой кобылы И не в чешских будильевицах, а в Советском Союзе Когда в 1987 году не вполне адекватный молодой человек по имени Матиас Руст Пролетел на легкомоторном самолетике от Финляндии до самой что ни на есть столицы И приземлился почти на Красной площади Переполох был тогда знатный Головы полетели генеральские Военные, правда, самолетик наблюдали Да вот поделать с ним ничего не могли Но это особый разговор Горбачев, Перестройка и все такое По большому счету, американцы должны были этот непонятный летающий объект Один, два, три Более того, говорят и показывают Что такие попытки над штатом Монтана имели место быть Но что-то пошло не так Объяснений из Вашингтона на вопросы губернатора, как вы понимаете, не последовало Инцидент с китайским воздушным шариком вмиг обнажил множество проблем Типа сбивать нельзя посадить Или сбивать нельзя договориться Хотя посадить аэростат проще паренной репы Надо гелий или что там в него закачано потихоньку выпустить И шарик приземлится Но для этого надо договориться с теми, кто шариком командует То есть с китайцами У меня зазвонил телефон Кто говорит? Блинкин Он действительно позвонил китайскому коллеге Причем накануне назначенного визита в Пекин Мне лично их разговор представляется примерно так Сего вам надо? Нам бы Ваш аэростатик приземлить А то проблем с ним многовато Хорошо, мы подумаем Мы подумаем В переводе с дипломатического означает нет Подумал Блинкин И сказал Вот что, дорогие китайские товарищи С визитом я к вам не поеду И не поехал И даже старина Джо отмахнулся от назойливых и неприятных вопросов о шарике Руками-то помахать легко Но проблема сама от этого не рассосется Потому что Аж шарик летит Ввиду всего вышеизложенного Смею предположить Что описанный инцидент является своего рода Черным лебедем современных международных отношений Ну или как минимум лебеденком Субтитры создавал DimaTorzok